Пссс, танкист, хочешь редкий танк? Тогда тебе сюда! Стой, 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 билет не играющего более 30 дней с собой? Всё, тогда тебе точно сюда! Переходи по ссылке, заходи в игру и забирай месяц прямо и две крутые машины на две недели, а сразу за ними получишь ещё две, ничуть не хуже! Всё, ждём тебя в рандоме на крутых тачках, не опаздывай! Сегодня будет ещё одно видео из рубрики, которую я условно называю «Видеоэссе на историческую тему». Главная задача таких видео — вспомнить о ключевых событиях из истории, но не превращать это в исторический доклад с цифрами, датами и всем прочим. В этих видео я больше упор делаю на интересную историческую хронику и прочее. К слову, видео с этого канала и со всех других моих каналов теперь доступны на Рутюб. Если вам удобнее смотреть там, ссылка есть в описании. Также в комментариях можете предложить тему для следующего ролика из этой рубрики. Ну а сегодня мы будем говорить об одном из ключевых моментов Великой Отечественной войны. 1941 год. Великая Отечественная война бушует уже пять месяцев. Немецкая армия, не знавшая поражения в Европе, вторгается в Советский Союз. Операция «Барбаросса» разворачивается стремительно. Киев взят, Минск уничтожен, армии в окружении. Под натиском врага отступают и простые солдаты, и целые дивизии. Тысячи людей уходили на восток. Киев взят, Минск уничтожен, армии в окружении. В октябре 1941 года Москва стала главной целью Гитлера. Он был уверен, что падение советской столицы будет крахом для всего Советского Союза. Непобедимые дивизии вермахта уже в сотнях километров от города. Дух советского народа в то время, можно сказать, находился на грани. Но именно здесь начнется поворотный момент войны. Оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии товарищу Жукову. А на начальника гарнизона города Москвы генерал-лейтенанта товарища Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах. Москва – это сердце Советского Союза, это политический, экономический, логистический и символический центр страны. Потеря столицы могла означать не только военный крах, но и огромный удар по духу советских граждан. От такого удара народ мог не оправиться. Для Гитлера захват Москвы был шагом к полной победе на Востоке. Москвичи и колхозники Московской области железной стеной укреплений лесными завалами преграждали врагу путь к столице. Гитлера Также, по мнению Гитлера, падение Москвы должно было расколоть Советский Союз. Сталин же, в свою очередь, знал, что Москва – это больше, чем город. Это символ несгибаемого духа всего народа. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способны уничтожить разбойничьи породы немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игру немецкие дираны, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу плоть. Будьте же достоин, это и есть. Выведет эту войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Левского, Дмитрия Донского, Пузнеменина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила Бутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецких оккупантов, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. От знаменем Ленина вперед, победа! История героизма под Москвой, это не только история про армию, а история про весь советский народ. Когда немецкие войска приближались к городу, простые москвичи взяли в руки лопаты. Каждый мужчина, женщина и даже ребенок трудились, чтобы укрепить город. Было построено 12 тысяч километров окопов и траншей. Установлено более 10 тысяч минных заграждений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 400 тысяч москвичей, которые не проходили военную службу, встали на защиту своего города. Они были готовы защищать столицу буквально с голыми руками. Кто-то вооружался охотничьими ружьями, у кого-то было оружие Первой мировой войны. Но главное, чем они были вооружены, это собственным духом. ПЕСНЯ 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 Зимой 1941 года в условиях страшного холода и недостатка продовольствия московские заводы продолжали выпускать танки и боеприпасы. Люди работали по 16 часов, часто без обогрева и еды. Это был настоящий подвиг тылу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сражение под Москвой – это не только победа военачальников, которые грамотно выстроили оборону столицы, но и подвиг простых солдат. Командир 316-й стрелковой дивизии генерал Иван Панфилов и его воины остановили немецкие танки. Это был один из самых известных эпизодов той битвы, когда 28 панфиловцев, оставшись почти без боеприпасов, встретили 40 немецких танков. Они не дрогнули. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. Эти слова приписывают политруку Василию Клочкову. Они стали символом мужества всего советского народа. Не только Панфиловцы, но и практически каждый солдат удерживал свою позицию до последнего. Зоя Космедемьянская, 18-летняя партизанка, одна из первых женщин, удостоенная звания Героя Советского Союза, посмертно. Она проникала в тыл врага, выполняя диверсионные задания. Взятая в плен и замученная, Зоя не предала свою страну. А ее последние слова перед казнью вдохновили бойцов. Нас 170 миллионов. Всех не перевешайте. 5 декабря 1941 года, в самый разгар морозной зимы, началось контрнаступление Красной Армии. Это был поворотный момент не только битвы под Москвой, но и всей Великой Отечественной войны. Враг оказался неподготовленным к таким суровым условиям. И морозы до минус 40 градусов сыграли на руку советским войскам. Немецкие машины и оружие замерзали, а солдаты были не готовы к таким погодным условиям. В то время как Красная Армия, закаленная и адаптированная к суровым условиям, шла в наступление, немецкие войска оказались в критическом положении. За несколько недель Красная Армия освободила более 11 тысяч населенных пунктов, продвинувшись на 100-250 километров. Под командованием Жукова и Рокоссовского войска уничтожили около 500 тысяч немецких солдат. А Гитлер впервые столкнулся с неотвратимой реальностью. Немецкая военная машина дала сбой. Его блицкрик провалился. Убегая, немцы запирали в дома семьи и подрывали их минами. Нет вам пощады, убийцы. Велины ненависти к нашему народу. Они сжигали раненых красноармейцев. Они расстреливали колхозников. Они насиловали, а потом убивали женщин. Нет села, где бы не оставили они своего кровавого следа. Они дотла сожгли живописнейший город Истру. От дома, в котором жил Чехов, остался пепел. Они превратили в Расвалины знаменитый Новый Иерусалимский храм. Величайшее творение архитекторов Растрелли и Казакова. Они загадили комнату со сводами, в которой Толстой создавал героическую поэму о русском народе «Войну и мир». Рядом с могилой Льва Толстого они осмелились закопать в живые трупы своих мародеров и висельников. Продолжая преследовать отступающего противника, части Красной Армии продвигались на запад. Разгром немецких войск под Москвой стал первой крупной победой Красной Армии. И показал всему миру, что нацистская машина не так непобедима, как считалось до этого. Это было символическое сражение, изменившее ход войны и вдохновившее миллионы людей на борьбу. Именно победа под Москвой укрепила дух сопротивления в оккупированных странах, показав, что фашистскую армию можно победить. Это стало поворотной точкой не только для Восточного фронта, но и для всей Второй мировой войны. До битвы под Москвой союзники были в замешательстве, никто не мог предсказать, сможет ли СССР выдержать натиск вермахта. Но именно после этой победы изменилось отношение к Советскому Союзу, как к серьезному военному игроку. По полям Великой Бородинской битвы 1812 года, вперед, на запад движутся части Красной армии, преследуя отступающего врага. Битва за Москву Битва за Москву – это не только военное сражение, это символ непобедимой воли советского народа. Именно битва за Москву показала всему миру, что ни одна армия не сможет сломить дух народа, который защищает свой дом. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Память о разгроме немецких войск под Москвой останется навсегда в сердцах миллионов. Это была битва, которая изменила не только ход войны, но и судьбу всего мира. Вот они, поля Великой Битвы!